Это Hyundai Kona N 2022 года. И он на самом-то деле довольно странный, потому что это заряженная модель субкомпактного кроссовера. Нечто, чего больше никто, в общем-то, не предлагает. Сегодня я буду обозревать Kona N и покажу вам этот довольно необычный автомобиль. И чтобы узнать актуальные цены на Hyundai Kona в России, кликай по ссылке из описания, чтобы перейти на автору и заценить актуальные варианты. Итак, давайте поговорим про Hyundai Kona N. Как я уже говорил, это субкомпактный кроссовер, основанный на стандартном Hyundai Kona, который соперничает с мейнстрим-моделями вроде Hyundai HR-V, Mazda CX-30, Jeep Renegade и Volkswagen Taos. Но в Kona N нет ничего мейнстримового, поскольку это заряженная модель мощностью 286 лошадиных сил. Это больше, чем пока что предлагают любые из его соперников. Вы слышали о горячих хэтчбеках. Перед вами горячий субкомпактный кроссовер. Очень странно, и сегодня я буду его обозревать. Сперва я проведу для вас подробный обзор Kona N, покажу вам все его фишки и особенности, затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом оценю его по шкале Дага. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности Kona N с небольшого рассказа о том, чем он является, поскольку он странный. Как я ранее уже говорил, это заряженный субкомпактный кроссовер, а это очень необычно. Никто не делает ничего подобного. Это как если бы Хонда создали версию Type-R своего кроссовера HR-V или Jeep, сделали модель SRT Renegade. Честно говоря, подобное звучит как первоапрельские шутки, но именно это и сделали Hyundai, создавая Kona N. И это особенно удивительно, поскольку до этого момента заряженные кроссоверы в основном существовали в реальности дорогих и крупных автомобилей. Mercedes-AMG, BMW M, вероятно, более доступные машины вроде Jeep Grand Cherokee SRT или Ford Explorer Sport, но ничего подобного. И он относительно доступный. Цены стартуют от 35 тысяч долларов. И это за заряженный внедорожник. Затем, опять-таки, безусловно, можно поспорить о том, применим ли вообще термин внедорожник или даже кроссовер к этой машине. Она очень маленькая, низкая, по ощущениям, больше похожа на хэтчбэк. По факту, в нем 170 миллиметров дорожного просвета. Это где-то на дюйм больше, чем в Toyota Camry. И еще одна безумная вещь насчет Kona N. Заряженные версии предлагаются только на переднем приводе. Обычный Kona доступен как на переднем, так и на полном приводе. Но если вы решите взять заряженную модель, то единственным вариантом будет передний привод. Что, на мой взгляд, тоже звучит как-то не по-кроссоверовски. Но одна вещь, о которой не поспоришь, это его показатели, поскольку он показывает довольно впечатляющие цифры. Во-первых, открываете капот, смотрите на крышку двигателя, и на ней 8 линий в форме буквы V, поскольку в нем установлен V8. Нет, я шучу. Я понятия не имею, почему они сделали такую крышку двигателя. Само собой, это турбированный четырехцилиндровый двигатель, та же турбированная четверка, что и Veloster N, выдающая 276 лошадиных сил в обычной ситуации. Либо вы можете на время нажать кнопку Boost и поднять мощность до 286 для быстрых рывков. Покажу вам это через пару минут. Но это довольно сильный показатель, 286 лошадиных сил, почти 390 ньютон-метров крутящего момента в машине, которая не такая уж и большая. В результате до сотни он разгоняется за пять с небольшим. И это безумная цифра для субкомпактного кроссовера. И важно отметить, что даже с отсутствием полного привода спереди вы получите электронный дифференциал ограниченного скольжения, который может распределять мощность между передними колесами с одного на другое при необходимости, что поможет побороть некоторые негативные моменты в обладании передним приводом вместо полного. Но помимо дополнительной мощности и дифференциала ограниченного скольжения, в Kona N есть множество других спортивных улучшений в сравнении со стандартным. И я начну снаружи, где, вероятно, наиболее примечательным улучшением будет отсутствие пластиковых накладок. В большинстве моделей Kona есть такие излишне неокрашенные пластиковые накладки над колесами, как спереди, так и сзади, и с каждой стороны машины. Но в Kona N такого нет. Все эти панели окрашены в цвет кузова, что как бы оптимизирует внешность и придает ему более спортивное настроение, да и выглядит он так побогаче. Также спереди примечательно, что вы получите больше агрессивных решеток. По факту, вся передняя часть стала агрессивнее, включая более крупные отверстия для забора воздуха. Хотя некоторые из них фальшивые. Они ничего не делают и находятся там лишь ради стиля. Но передок все же пропускает больше воздуха в двигатель, чем раньше, что важно, поскольку так он сможет выдавать больше мощности. И в тему фальшивого агрессивного стайлинга. Одно из огорчений — вот эти ноздри. Фальшивые. Прямо над решеткой находятся три спортивные ноздри, но это просто пластиковые детали. Они ничего через себя не пропускают, выглядят разве что круто. Ладно, к слову о крутой внешности. Еще одно улучшение снаружи Kona N. Небольшая красная линия отделки, которая, по сути, проходит по всей нижней части автомобиля. Вот она спереди, красная полоса вокруг передка, у самого основания бампера. И также она появляется по бокам. Еще одна красная полоска, идущая вдоль машины на пороге, придает машине спортивного настроения. Также на пороге выдавлен логотип N, что также придает этому обвесу еще больше спортивного настроения и добавляет спортивной натуры этой машине. Но в любом случае, вероятно, единственное место, где эта красная полоса отделки наиболее заметна, так это сзади. Здесь она есть, и, как видите, приподнята вверх. Она чуть выше, чем во всей остальной машине. Чтобы отметить два других важных спортивных улучшения сзади, я имею в виду этот диффузор. Не уверен, насколько он функционален, но выглядит определенно круто. И кроме того, сзади находится двойной выхлоп. Такого вы не получите в стандартном Kona, и он звучит довольно хорошо. Здесь есть несколько разных уровней выхлопа, из которых можно выбрать во время езды. Вот самый тихий уровень. Ладно, ничего особенного, но вот самый громкий уровень выхлопа Kona N. Послушайте. Но хоть выхлопы довольно впечатляющие, для машины вроде этой моя любимая деталь сзади не связана с выхлопом. Она находится выше. Там находится заднее антикрыло, довольно агрессивно смотрится на таком автомобиле. Ну а также в нем есть третий стоп-сигнал в виде вот этого маленького треугольника. И выглядит он довольно круто. Во многих заряженных машинах есть что-то похожее. Обычно это заднее противотуманка. Здесь они использовали эту задумку и сделали третий стоп-сигнал Kona N таким же. И мне он нравится. Маленький крутой спортивный элемент. Внимание к деталям. Он довольно крут. Также стоит обсуждение снаружи диски и резина. По стандарту они идут с 19-дюймовыми. Довольно большие для маленького кроссовера. И по стандарту на них обуты Pirelli P-Zero. Это летняя резина. Что, вероятно, перебор для подобного автомобиля. Но вы это получите в Kona N летняя спортивная резина. Но в любом случае далее мы перемещаемся внутрь Kona N. И в тот же момент, что вы попадете внутрь, вы обнаружите несколько отличий от стандартной Kona. Наиболее очевидные из них шильдики в салоне. Шильдики N находятся практически всюду. На дверном пороге находится шильдик N. На спинках сидений шильдики N. Снизу на руле шильдик N. И сверху на рычаге передать. Также шильдик N. Также шильдик N есть и на напольных ковриках. Хотя это даже не шильдик, а самая настоящая эмблема. Такая же, как на машине сзади. Довольно чрезмерный шильдик для напольного коврика. Обычно вы получите только нашивку, но здесь у вас N. И другие примечательные косметические улучшения в этом салоне. Строчка. А именно синяя строчка. Именно спортивная синяя строчка. В особенном цвете N. Она есть во многих местах. На сидениях. Голубая строчка. Такая же есть на ручнике. Вот здесь. У основания рычага передач. И вокруг рулевого колеса. Вся эта синяя строчка отмечает N-ность этой машины. Но в этом салоне есть улучшения. И помимо косметических сними, она также кажется спортивнее. Во-первых, вы получите спортивные сидения. С довольно выраженной боковой поддержкой. Я не назвал бы их гоночными сидениями, но они определенно спортивнее, чем то, что вы получите в стандартном КОНа. И еще одно существенное улучшение в этом салоне. Кнопка режимов езды находится прямо вот здесь. И она довольно большая. Торчит прямо из центральной консоли. Довольно необычно. Повернув ее, можно сменить режим езды. Снежный, эко, комфортный, а также спортивный. Настраиваются эти режимы вот здесь. Но в этом салоне есть и другие изменения. Вероятно, наиболее примечательные и важные на руле, где вы обнаружите две отдельные кнопки, подписанные N. На одной N синее с черными полосками, на другой черное N с синими. Ну и что же именно тут происходит? Кнопка слева также сменяет режимы езды. Нажмите и сможете прокрутиться через разные режимы езды. У нее, по сути, та же функция, что и у ручки по центру, которую я только что вам показывал. Притом, кнопка справа переведет вас в режим N. Как бы особенный режим Sport+, который заходит дальше, чем стандартный спортивный режим. Нажмите и машина особенно сфокусируется на ускорении, рулении, подвеске для наиболее спортивного вождения. Также это переведет в особенный спортивный режим контроль устойчивости, что, как я думаю, немного его отключит, и он будет срабатывать не так быстро, пока вы будете гонять по гоночному треку на своем Kona N. Никто, конечно, не будет, но возможность такая есть. Нажатие на эту кнопку и переход в режим N также изменит приборную панель. Как видите, она становится более сфокусированной на тахометре, который будет по центру. По бокам от него крупным шрифтом будут указаны показатели разных приборов, что, опять-таки, важно для спортивного вождения. Чтобы вам не пришлось смотреть вниз на круглые приборы, все показатели крупные и прямо перед вами. Ладно, еще одна важная кнопка на рулевом колесе. Вот этот красный круг, который подписан NGS. Это кнопка буста, и пока вы ездите в обычной ситуации, вы в режиме M можете нажать на кнопку NGS, и на 20 секунд это прибавит вам 10 лошадиных сил мощности. Если вам нужно кого-то быстро обогнать, то туда следует нажать. Ну и почему на ней написано NGS? Ну, это означает N, Green, Shift. N, как Kona N, затем Green, как бы веселая Shift переключение. Не уверен, почему бы было не назвать это просто Boost, но они не назвали. N, Green, Shift. Вот такая вот кнопка. Ладно, еще одно интересное улучшение Kona N находится в мультимедийной системе, где есть отдельная вкладка N, где вы можете найти несколько интересных мультимедийных фишек. Как, например, здесь находится таймер кругов, чтобы засекать время их прохождения на своем спортивном субкомпактном кроссовере. По факту, в этой вкладке есть даже предустановленные карты треков на случай, если вы со своим Kona N вдруг попадете на один из них. Можете выбрать один из них и засекать время его прохождения. Безумие для подобного автомобиля, но в нем это есть. Это повысит продажи N. Но при том, что эти предустановленные гоночные треки будут не особо полезными, на этой вкладке есть множество других настроек. Вот они. И вы можете настроить все варианты разных режимов автомобиля. Звук выхлопа, руление, подвеску и прочее. Здесь вы можете создать собственный режим вождения. Есть много различных вариантов настройки. Крутая штука. Полезная особенность, не менее полезен лаунч-контроль. В Kona N он идет по стандарту и включается он в той же вкладке N. Еще одна крутая вещь, доступ к которой у вас здесь есть. Вот этот тахометр в виде крутой горизонтальной перекладины, кроме того, там указано на какой вы передаче, и что-то вроде драг-стрипового светофора. Его называют рождественской елкой. Похоже, что это она. И круто, что она там есть. Только вот Kona N предлагается только с автоматической трансмиссией. Так что в ней нет ничего особо полезного. Скорее, просто довольно крутая приблуда. Но в самом деле все так и есть. Только 8-ми скоростной автомат с двойным сцеплением. Двойное сцепление означает хорошую, быстро работающую трансмиссию. Но фанаты механики будут огорчены. В Kona N вы не получите трех педалей, как могли бы Volantrian и Veloster N. Но в любом случае, далее мы переходим к остальному салону, помимо спортивных улучшений. Если честно, говорить тут особо-то и не о чем. По сути, салон выглядит так, как это и ожидается от субкомпактного кроссовера. Скажем так, материалы не самые лучшие. Довольно много дешевого на вид пластика. Ничего особо приятного или роскошного, как и ожидается от такого маленького кроссовера. Но все же отмечу, что если вдруг вы не в курсе, что внутри он не ровне люксовым спортивным автомобилем. Здесь, например, есть климат-контроль с одной зоной, двух зон для пассажира и водителя нет. Только одна температура на всю машину. Зато у вас будет площадка беспроводной зарядки. Приятный штрих. Не часто такое встречается за такую цену, но находится она здесь. И очевидно, на ней можно заряжать свои девайсы. А прямо на дне вы обнаружите несколько разъемов питания. Вполне удобно. Также стоит отметить еще один люксовый нюанс этой машины. Но при том довольно странный. Здесь есть автоматическое руление. Вот этой кнопкой оно активируется, и машина начнет рулить за вас. Будет заходить в повороты на шоссе, удерживать вас в полосе. По сути, делает все за вас. Но странная часть в том, что здесь нет адаптивного круиз-контроля. То есть она не будет ускоряться или замедляться вместе с машиной, что едет перед вами. Это первая машина из тех, в которых я был, в которой есть автоматическое руление, но нет адаптивного круиз-контроля. Вам придется самому регулировать скорость, но машина будет рулить. Довольно странное дело. Но в тему к технологиям этой машины. Стоит отметить, что здесь есть два экрана. У вас будет экран в приборной панели, который относительно хороший, с высоким разрешением, разноцветный. Хотелось бы, чтобы он был более настраиваемый и показывал больше всякого. Вы не сможете вывести на него музыку или карту в каком-либо виде. Довольно огорчает. В чем смысл обладания такой приборной панелью, если в ней нет хотя бы одной из этих важных вещей? Ладно. Само собой, все это вы можете обнаружить на центральном мультимедийном экране, который довольно хороший, очень отзывчивый, очень интуитивный. Легок в использовании, хорошая мультимедийная система, хорошая графика. Мне понравилось ей пользоваться. И в ней есть кое-какие преимущества, как, например, вы можете вывести на экран две вещи одновременно. Ваше радио вместе с погодой, например, это хорошо. Либо можете вывести погоду и карту, тоже удобно. И, честно говоря, он отзывчивый, простой и относительно простая система. Но в любом случае, далее мы перемещаемся на задний ряд Кон и Эн. И первое, что вы тут заметите, это то, что здесь довольно тесно. Что меня особо не удивляет. Субкомпактный, кроссоверы становятся меньше сзади, и в самом деле этот стал. Для головы место есть, это не проблема. Проблема с местом для ног, коленей, которые упираются прямо в переднее сирение, я думаю, любому высокому взрослому покажется довольно тесно на заднем ряду Кона Эн. Помимо этого, тут особо нет ничего интересного. Есть один порт USB, вот он, установлен сзади на центральной консоли. Один порт, это не идеально для зарядки девайсов, но, я так полагаю, это лучше, чем ничего. Хотя бы один. Но в любом случае, далее мы приходим к багажному пространству Кона Эн, которая немного крупнее, чем я ожидал. Учитывая маленький размер этой машины, в нем приемлемое количество места, и немного дополнительного есть под полом. Под ним находятся несколько таких панелей и отделов, и в них можно хранить какие-либо предметы, чтобы они не катались по багажнику. Еще одна интересная фишка этой машины – расположение задних фонарей. Оно довольно необычное. Это относится ко всем моделям Кона. Сзади есть две отдельные сборки фонарей. На той, что снизу находится поворотник и фонарь заднего хода. На верхней – габариты и стоп-сигналы. И они разделены, что довольно-таки странно. И такая же ситуация спереди. Одна сборка находится сверху, там габариты поворотник. И вторая – отдельная сборка ниже. Это фары и дальний свет. Довольно странно исполнено, но именно так они это и исполнили. Кона довольно причудливо. Итак, это были фишки и особенности нового Hyundai Kona N 2022 года. Теперь пришло время выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Не забудь кликнуть по ссылке из описания, чтобы перейти на автору и заценить актуальные предложения по продаже Hyundai Kona. Ладно, введу Kona N. Поехали. Господи! И захватывающее, и веселое ускорение, но просто ужасное силовое подруливание. Оно очевидно. Особенно если вы натыкаетесь на какую-то неровность на дороге. Это прям-таки перенаправляет машину в другом направлении. Сопротивляться этому нелегко. Ладно, первая вещь – это силовая установка. Мне она нравится. Мне понравилась она в Veloster N, так же, как в Elantrian. В ней много мощности. Она способна на многое. Очень активная на любой практически скорости. Думаю, что это превосходная силовая установка. Не думаю, что она идеальна. Думаю, что иногда она кажется немного неестественной. Во время безумно сильного ускорения, если сильно выжать газ, мне кажется, что четырехцилиндровый форс с двигателем объемом 2,3, как тот, что был в Focus ST, был немного шустрее на средних. Но здесь тоже хорошие двигатели, крутящие и мощность. И это была моя единственная жалоба на него. Вот, трансмиссия немного огорчает. Здесь есть только передний привод, даже при том, что обычные Kona доступны на полном. И причина брать кроссовер вместо хэтчбека, как Veloster или седана, как Elantra – вы получите лучший дорожный просвет и больше возможностей. Причина, по которой его здесь нет, как я думаю, в том, что эта силовая установка и трансмиссия подходят только под передний привод, как в Veloster и Elantra. Но очень жаль, поскольку я вижу не так много пользы от этой модели, учитывая, что в ней нет полного привода. Это огорчает. С учетом сказанного, не то чтобы это очень важная жертва при выборе между Kona и Veloster N. По факту, один аргумент, даже при нехватке полного привода, он все же более полезный. В нем больше дорожного просвета, и поскольку Veloster N только по одной двери с каждой из сторон, здесь сзади две дополнительные двери. Больше места в салоне и в багажнике. Это так-то очень практичный ход хэтч. И Hyundai называют его кроссовер, потому что это то, что покупают люди. Но если посмотреть на размеры, в этом автомобиле есть много чего от ход хэтча. Как бы они его ни называли, я ездил на Сайоне XB, BMW X1, и этот ниже, чем те. По ощущениям, это хэтчбэк. Так что, возможно, следует расценивать его как ход хэтч, и тогда, возможно, он станет для всех интереснее. К слову о популярности, давайте обсудим секундочку ее. Эта машина, не думаю, что ее вообще кто-либо купит. Я думаю, что лет через 15 мы будем их вспоминать и говорить. А помните, как они выпустили ту Кона N? А кто-то скажет, да не, никогда они не делали его N-версии. Нет, вроде бы делали. Как-то так это и выглядит, поскольку, я думаю, он станет очень безызвестным. Я в самом деле думаю, что между покупателями компактных кроссоверов ничего общего с автолюбителями. Я думаю, что пересечение по диаграмме Венна будет довольно маленьким. Я думаю, что большинство автолюбителей, заинтересованных в подобных машинах, вероятно, выберут Veloster N. А если им нужно больше практичности, то им будет просто стыдно ездить на кроссоверах. Они скорее взяли бы GTI или что-то из таких вариантов. Но, если надо, есть и такой. Я так думаю, создать эту машину было не так дорого для Hyundai. У них была силовая установка, она отлично подошла. Они буквально покрасили несколько панелей снаружи, назвали его моделью N. И получили новый автомобиль, который, вероятно, кому-то и нужен. Но я думаю, это странная машина. И в этом плане она довольно крутая. Субкомпактный заряженный кроссовер HR-V Type-R. Ладно, в плане ощущения от вождения, помимо ускорения, очень ощутимо силовое подруливание этого автомобиля. Я читал обзоры, в которых это упоминалось. Оно есть, особенно при ускорении со старта. Когда вы на шоссе, как я сейчас, сбрасываете передачу, втапливаете, тогда подруливания нет. Не такая уж и проблема, но если стартовать с 0, 20, 30, вроде того, прям втопить, то машина будет не особо стабильна. А так рулится и управляется вполне приемлемо в управляемость в порядке, определенно не на уровне Veloster N или GTI, или вроде того. Его, конечно, чуточку приподняли. Не хочу сказать, что типа, о, он такой высокий, и кузов кренится, он не высокий. Но это и не GTI, он не настолько приклеен к дороге и не так стабилен. Так или иначе, рулится довольно хорошо, и определенно он более точный, чем стандартная Kona. Ощущается больше на уровне Veloster N и Lantra N, чем Hyundai Kona. Он туже, крепче, тяжелее. И все это ведет к тому, что вы получаете приятные ощущения, проходя повороты, например, на шоссе, как я сейчас. Я уже делал это и чуть ранее, и то, как рулится эта машина, меня в самом деле удивило. В сравнении с обычным кроссовером, он довольно хороший. Ощущается удобным и спортивным. И в целом, мое мнение насчет этой машины, она хорошая. Она предлагает больше практичности, чем Veloster N, но за эту практичность вы платите некоторой динамикой. Немного огорчает, что в нем нет полного привода, и я не думаю, что кто-либо себе такой купит. Но он крутой и интересный, и определенно интересно заценить эту машину, у которой в целом вообще нет соперников. Это субкомпактный заряженный кроссовер. Итак, это Hyundai Kona N 2022 года. Это довольно необычный автомобиль, на самом деле довольно странный, и я не совсем уверен, много ли кто его купит. Не уверен, как много людей являются одновременно и автолюбителями, и покупателями субкомпактных кроссоверов. Но, если вы подыскиваете ход хэтчбэк, который чуточку более кроссоверный, то теперь у нас есть Kona N. А дальше я собираюсь оценить ее по шкале Daga. И вот шкала Daga, 54 из 100, что размещает Kona здесь, среди похожих автомобилей. Однако ничего именно такого же, как Kona, просто нет. Mazda CX-30 Turbo, вероятно, ближе всего, но Kona значительно больше ориентирован на характеристики, и Kona N побеждает все другие кроссоверы из этого списка по выходным категориям. В том числе, мини-кантримен Джон Купер Воркс и Kia Soul Turbo. Где Kona N не побеждает, так это среди горячих хэтчбэков. Kona N веселая и захватывающая, но не совсем на уровне Veloster N или Ford Focus ST. Все же, если вам нужно близкое ход хэтч веселья, немного дополнительной практичности и посадка повыше, Kona N подойдет, и, честно говоря, в своем классе она единственная. И чтобы узнать актуальные цены на Hyundai Kona в России, кликай по ссылке из описания, чтобы перейти на Автору и заценить актуальные варианты. Не забудь кликнуть по ссылке из описания, чтобы перейти на Автору и заценить актуальные предложения по продаже Hyundai Kona. КОНЕЦ КОНЕЦ